Ну а завершился хоккейный день праздником для болельщиков Амура. Вместо традиционного любительского матча организаторы устроили соревнования по керлингу и мастер-шоу с яркими булитами. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Уже по традиции, прежде чем уйти на каникулы, Амур устраивает для своих болельщиков праздник на льду. Ежегодно устраивается необычное креативное шоу. Однако в этом году интригу того, что будет происходить на льду Платинума-арены, решили сохранить до самого начала праздника. Переет Платинума-арена! О том, что будет происходить на льду, не догадывались и сами хоккеисты. Организаторы предложили игрокам попробовать себя в керлинге. Правда, в правилах тигры разобрались не сразу. Первый раз. И посмотрите, какой результат сразу победа. Следующий этап доказать свое мастерство, не имея под рукой клюшки. Так, нападающим из арсенала организаторов достались и лопаты, и швабры, и даже зонтики. Однако и вратарям было нелегко. Отбивать приходилось и ледянками, и сковородками, и даже голосящей резиновой курицей. В этом мастер-шоу отличился весь состав команды. Одни выходили в костюмах Бархата и Тамары, другим забивать помогали дети. Кстати, использовали и смешные случаи, которые были связаны с командой. Так эффектный булит забил Александр Хохлачев, поставив в ворота крышку капота. Ситуацию, которая произошла еще в середине сезона, давно уладили. Произошедшее вспоминают теперь с юмором. Слава Богу, все хорошо, поэтому никто зла не держит, и все свели к юмору. Не остался без заданий тренерский штаб, для которого подготовили отдельное испытание. Список вопросов, связанных с командой. Так зрители узнали, кто из игроков больше всех любит животных, а кто варит самый вкусный кофе. Завершился хоккейный праздник уже по традиции, гимном амуром и ответным словом для болельщиков. Ваша поддержка всегда чувствовалась. Вы переживали вместе с нами. Вы шли в этот путь, к этому финишу вместе с нами. Спасибо вам большое за поддержку. Мы играли ради вас и для вас. Ульяна Крамаренко, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».